Человека взять в путешествие, а какого нет. Если я знаю, что это холерик, а я там санглинник, и мне будет некомфортно с ним, я его в путешествие, скорее всего, не позову. Или меланхолика, который будет мне ныть ходить. Я хочу там по горам походить, ну опять в гору. Я его не возьму. То же самое берем любые отношения. Любые. Ваши с родителями. То есть я теперь перевожу на практику, как вы это можете применить в жизни. Берете отношения с родителями. Ну, что-то не получается, что-то не так пошло. Но почему? В чем загвоздка, в чем идея? То, что если вы знаете, что у вас мама холерик, которая на вас в первую очередь накричит, что мы помним? Что первые слова холерика, это не то, что он хотел сказать. То есть если на вас мама сначала покричала, то, скорее всего, это нормально для нее и типично. То есть обижаться на нее, то, что она на вас покричала, то, что она такая, ну, обижаться нет смысла. Потому что то, что она сказала, это было ее свойство. Ну, она, вот вы бастушили, покричала, все, после этого вы можете с ней разговаривать, она будет вас просто ммм... А я себе тоже, мальчик, по-моему, мальчик. А если я халерик и мама халерик, как это? Да, расскажите, пожалуйста. Вот, когда два человека одного темперамента, так, с счастью, или, не знаю, к сожалению, вы теперь знаете об этом, и вы будете на шаг впереди. То есть, соответственно, когда вы понимаете, что ожидать от мамы, и у вас такой же тип темперамента, то есть вы мудрее, да, вы можете это пропустить, вы можете применить это к себе. Ну, то есть, если вы знаете, что, опять-таки, да, возвращаемся, если мама холерит, и она тоже будет кричать, можно придумать, ну, вы знаете, есть такие способы, как бороться со стрессом. Это же стрессовая ситуация. Каждый выбирает, ну, это очень долго, опять-таки, говорить, но грубо, очень грубо говоря, вы понимаете, что мама кричит, и вам хочется в ответ, потому что вы тоже холерит. Вы применяете, допустим, сжимать чашку, вот вы стоите на кухне, и все то, что вы хотите, выплюнуть туда, реагировать можно по-разному, можно кричать, а можно какие-то действия, да, телесные делать. Вот если на вас мама кричит, и вы не хотите ссоры, если вы хотите ссоры, кричите тоже. Почему нет? А если не хотите, ну, допустим, кружку сжимаете очень крепко туда, и ваша реакция, которую вы хотели сказать вербально, переходит в невербалику, это вот жестикуляцию. Вы крепко сжали кружку, и вы отреагировали, но отреагировали бесконфликта, сюда. Все, и мама довольна, как бы она все сказала, и вы для себя некомфортную ситуацию не создали. Вы перевели свой стресс в другое русло. То как можно реагировать? Очень много всяких всевозможных способов. Если это будет интересно, как бороться со стрессом, ну, опять-таки, вечером, любой ваш запрос будет разобран. Ну, вот, да, с 6 до 10, то, что я говорила сейчас. Ну, просто не могу останавливать, это не в рамках того, что я заявила сейчас. Вот, отлично. Это мы с вами поговорили о темпераментах. Как это использовать? Более или менее понятно? Да. Хорошо. Сейчас смотрим, что у нас по времени. Куда я делаю? 30 минут. 30 минут. Отлично, у нас еще есть с вами 25 минут. Ой, прости, пожалуйста. Что слышно? Сейчас, чтобы вы не сильно заскучали, самое интересное, я предлагаю с вами выбрать так. Характер очень-очень кратко, потому что, смотрите, тип темперамента – это то, с чем вы родились, и вы это никуда не денете. Ну, то есть, это у вас есть, и вы это либо принимаете, либо не принимаете, либо живете с этим. Это ваше вообще отношение, я и говорю безоценочно. Характер – это то, что формируется при жизни, то есть, общество, не забывая, да, в какой мы компании находимся, что мы оттуда переменяем. Давайте просто вот сейчас такое мини-упражнение, возьмите ручку-листик, напишите 3 или более людей, с которыми вы общаетесь ежедневно, больше всех. Вот прямо 3 человека, с которыми… Не важно. Не важно. Прямо каждый, каждый, каждый день. Каждый день, вот это ваши, ну, грубо говоря, только не родители. Мама, ой, маму не берем. Это ваш лучший друг, это подруга. Мои слава. Лучшие друзья, но я не каждый день. А если это будет только один человек? Близко, важно, близко, да? Да, ладно. Так, все-таки, каждый день мы почти общаемся только с одноклассниками. Хорошо, близко. Близко, те, кому вы доверяете, все. Хорошо, будет один, ничего страшного. Напишите столько, сколько есть. Или представьте, если сложно писать. Все, можете просто представить, если там этого достаточно. Кто не справился с заданием, ну, есть такие, кто еще не написал. Отлично. Так вот, говоря про общество и характер, это как раз те… Вот посмотрите внимательно на этих людей, которых вы написали. И я вас уверяю, это вы через, там, год или через месяц, смотря сколько вы будете общаться с этими людьми, вы перенимаете ровно все то, с кем вы общаетесь. Если вы хотите, ну, очень грубо говорю, не про вас, да, это отдельно, вот там где-то пример. Если я выбираю себе компанию, в которой, не знаю, принято как ценность пить, курить, там, нецензурная речь, и все это очень-очень грубо, то если я буду в этой компании находиться и буду техно общаться с этими людьми, я уверяю, через неделю, через месяц у меня постепенно будут накладываться все те ценности, и я стану точно такой же. Я считаю, что если сильный характер, человек может не принять то, что компания… Бывают такие случаи в равной жизни. Один человек воспринят это, воспринят это себе, а другой скажет, нет, я такая, я буду в этом. Вот, это, это про воспитание родителей, потому что, я не знаю, я написала, вот где-то здесь, по-моему, было прописано, На… С детства. С мировоззрения с детства, да. То есть, вот, до пяти лет вам родители сказали, что это хорошо, это плохо, и как раз-таки вы это применяете в своей, в своей настоящей жизни. То есть, вы понимаете, что мне это не интересно, я это не буду делать. Все, ты поменяла компанию, я просто имела в виду за то, что ты переймешь всю, все то, что принято в этой компании. Если ты выбрала для себя вот такую площадку, где все разбиваются, все чего-то хотят, у всех есть какие-то цели и так далее, вы за эту неделю… А если вы нужны в ней ситуации, допустим, класс? Допустим, ты переймешь по неволе, если ты общаешься с ними тесно, а не просто как… извини, я вижу, я обращу внимание. Если ты в классе находишься и общаешься с ними тесно, то есть, вот ты прям не просто «привет, как дела?», да, в классе, как обычно бывает, несколько людей общаются между собой, а остальные, ну, из ряда, там, «как дела?», что ты что-то вчера делал? Ты так, ну, не переймешь, потому что ты с ними, у тебя, ты не знаешь, чем они занимались вчера, что… Вот ты, вы не делали совместно какую-то деятельность, тогда не переймешь. А если ты постоянно, вот, скорее всего, человек, с которым ты сидишь по парте, да, ну, скорее всего, я так могу предполагать, все равно там, то на уроке перешептываетесь, то еще что-то, вот, тогда переймешь. Да. Ну, это как-то, если, например, родители не заложили, вот, например, до пяти лет, это, например, то, что курить нельзя, но человек сам, например, увидел, он даже в компании такой, он видел то, что там человек умер от того, что курил, там, выпил наркотики, он… Социально. Вот его мировоззрение обвиняется, он, например, скажет «нет, я не буду, может так?», он не будет воспринимать, потому что скажет… Переоспорки, да. Переоспорки, да. То есть, может, остановили даже много таких случаев. Может, они пробираться в социализации? Это, во-первых, социализация, во-вторых, зависит от того, какой у тебя тип темперамента. Не забывайте никогда об этом. Если это меланхолик, скорее всего, он не поменяет свою точку зрения, потому что у него не хватит просто на это сил.